С какой миссией НАСА отправит в космос новый спутник, какие фотографии признали лучшими в мире и в каком ресторане открыли выставку сахарных скульптур. Об этом мы только далее в нашем обзоре. В Пхеньянском ресторане открылась выставка сахарных скульптур. Здесь представлены десятки сладких фигур редких рыб, мультяшных героев и зверей. Мероприятие посвящено 106-му дню рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, или же Дню Солнца. Его отмечает вся страна. В столице устраивают военные парады и массовые празднования с танцами и песнями. Главную улицу Стамбула украсили тюльпаны в рамках ежегодного международного фестиваля цветов. Возле собора Святой Софии около 600 тысяч разноцветных растений образовали большой ковер с элементами турецкого мотива. Выставка продлится до конца апреля, и все желающие смогут насладиться разнообразием тюльпанов. Новая миссия НАСА. Со следующей недели компания будет искать новые планеты с помощью спутника. Аппарат ТЭС с новейшим телескопом планируют отправить в космос 16 апреля. Его задача — поиск планет, вращающихся вокруг звезд за пределами Солнечной системы. Результаты исследований помогут ученым выяснить, есть ли среди них те, где условия похожи на земные. В США в возрасте 86 лет умер режиссер Милош Форман. О смерти сообщила его жена, информацию также подтвердил менеджер. Форман прославился своими фильмами «Пролетая над гнездом кукушки» и «Амадей». Американская киноакадемия дважды признала его лучшим режиссером года. Похороны пройдут в тесном кругу семьи и друзей. В Амстердаме объявили победителей World Press Photo — самой престижной премией для фото-журналистов. Лучшим в этом году признали снимок венесуэльского фотографа Рональда Шемета. Он запечатлел протестующего, охваченного огнем после столкновений с полицией. Снимок сделан в Каракасе во время митинга против президента Николаса Мадуро. Кроме этого, в категории «Срочные новости» победила фотография британца Тоби Мелвилла, на которой прохожая успокаивает американскую туристку, раненую во время теракта на Вестминстерском мосту в Лондоне.